Девочки, пожарила я мойву сегодня. И полымыла, и убирала. Вот сейчас такая темненькая есть. Что я хочу сказать? Она, конечно, очень вкусная, но как хорошо, что можно жарить на улице. Я не представляю, как можно в квартире ее жарить. Но мне говорили, что можно положить кусочек картошки, и она будет запах поглощать. О, не знаю, не знаю. Ну, давно, где-то, наверное, года полтора такое не ели. Хрустики такие вкусные. Себе поломано. Вся с икрой, вся. Присолилась слегка, потому что мойва, она моментально в себя соль берет. Момента моря. Вкуснятина. Я так устала. Только я жарила. Давно я не ела апельсины. Ну, такие твердые. Не знаю, сладкие, не сладкие. Наверное, вкусные. Доброе утро в субботу. Я так в таком виде очень редко появляюсь. Всегда она расфуфыренная, она фуфыренная. Могу отчитаться, что я выспалась. Кому это интересно. И вот, когда отдохнешь, в голове только чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Планы, 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 планы. Нателла, ваше здоровье. Что ты будешь сегодня делать? А работы? Непочатый край. Последние денечки. До сих пор с ковром не могу. Хочу его выкинуть, ковер. Он уже выгорел. Но я его все-таки сдам в химчистку. У меня коморок много. Да? Может, порежу их на такие дорожки. Под ноги. Вот коврик резиновый, прорезиновый, стоит сколько? До 500 гривен такой, чтобы хороший. В общем, не знаю. А может, просто скручу. А может, просто в химчистку сдам. Вы знаете, почему я вышла? Я вот всю жизнь живу в частном секторе. Ну, с перерывами. Один раз два года. Второй раз пять лет. Живя в квартире, пока ты соберешься, ну, выходишь ты на балкон, на лоджию, это не то. С чашечкой кофе, но это не то. Совсем не то. Не сравнив. Когда ты живешь в частном секторе и выходишь вот так вот на свое подверье, да? Паутины полно. Мухи, комары. Ну, как же утром хорошо. Вы посмотрите на это небо. Посмотрите на эту красоту. Вы посмотрите на эту красоту. Солнышко. Такое яркое. Такое классное. Сразу же настроение поднимается. Ой. Глаз не проходит. То же, что нервный тик. Ой. Я не знаю, как вы, но я очень люблю. И всегда себе даю такой завет. Будет зима. Тоже буду утром выходить. Поставлю кресло. Это я так думаю. И буду минут пять-десять сидеть, смотреть на снег, на природу. Хоть раз, думайте, я это делала. Холодно, некогда, бегом-бегом. Потому что рано темнеет. Ух, поздно, светлеет. Так, девочки-украинки, а ну подскажите. Там что-то наше приняли, я так и не пойму. Оставить это время? Или все-таки еще на час назад оттянуть? И потом не переводить часы? Я вот этого вот не знаю. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Со временем опять будем играться? Если, конечно, на час вперед они сделают и так оставят. Зачем нам жизнь ускорять на целый час? Я согласна, назад. Так, ну что, когда уже будем вкушать? В октябре. Ничем не пахнут. В общем, хочу пожелать всем доброго утра. Пошла марафетиться. Хоть и дома, хоть и на огороде, всегда надо. Ух, боевой раскрас. Боевой раскрас. Ой, Наташа, Наташа. С лицом пока ничего не делала. Просто что делает человеком вода? Губит людей не пиво, губит людей вода. Так как-то говорили, да? Вот. Но у нас вода, без воды прожить никак нельзя. Фу, слава богу, у нас брали замеры. Ну, все как всегда. Все в допустимых нормах. Кому я только что выворила? Камеру выключила. И-ля-ля, и-ля-ля, и-ля-ля. Возмущают девочки, что мухи. Вы посмотрите на чудо природы. Челенталы. Нет, челенталы. Челентаночка. Челентаночка. На полотенечке. На полотенечке. Мне его так жалко. Он такой был худенький, такой был больной. Больнесенький. Отходили, откормили, откачали. Любовь подарили. Он, конечно, не ручной. Но только сейчас начинают. Вчера моевы поел. Тряпку разрыс, достал. Я сушила моеву. Настоящий челентан. Что там говорить. И вот солнышко, женщина в красном, хочу сказать. Я, да, я сегодня. Солнышко яркое, но дело в том, что прохладненько. Все-таки уже можно одевать и бриджики. А через неделю... Ну, я в таких, конечно, бриджах, но ничего. Куфта, это уже сколько ей лет. Это не нарядный вид. Это просто все под цвет. Ну, люблю я красное. Люблю я красное. Ну, как раз все прикрыто. Все в пределах разумного. Ничего лишнего. Очки. Значит, девочки, хочу вам быстренько рассказать. Быстренько, быстренько. Ой, сейчас только надо говядину достать. Ой-ой-ой. Что же раз сказать. Ой-ой-ой. Я вчера, девочки, посмотрите, что купила на базе. Два килограмма. Хек. По 50 гривен. В очереди стояла. Очередь. И крупненький такой. Хочу заливную рыбу сделать. Но не сегодня. Нет, нет. Не сегодня. Сегодня у нас будет шашлычок. Сегодня будет шашлычок. А это я говядинку. Хочу больше на говядинке. Такая говядинка у меня. Надо. В общем, дел целая, целая куча. Девочки, что я хочу вам сказать. Быстренько. Сейчас, только быстренько. Хочу вам рассказать один случай. В общем, я познакомилась вчера с девочкой. Она живет в Америке. Она сама с Челябинска. Год, как в Америке. Когда... Нет, не год. Скоро будет три. Когда у них там началась, да, вот эта операция на Украину. А у нее сын призывного возраста. Сейчас. И она через Мексику, в общем, очутилась она в Америке. Я всех подобностей точно не знаю, но, в общем, ей всего в шесть лет. Выглядит потрясающе. Она, короче, из Челябинска вышла замуж за москвича. К москвичам разошлась. Ну, там... Она никто. Она же не москвичка. И ее, короче, выгнали ее. С детьми. У нее двое детей от него. Он там, короче... В общем, по дудочку мамы своей. Только что мама скажет, ты никто и зовут тебя дикак. Где Челябинс, где Москва. В общем, я с ней познакомилась. Девочка просто потрясающая. Она говорит, я спасала своего ребенка. Я не ждала повестки, что сейчас будет повестка. И его, короче, заберут, да. В общем, знаете, дура-мать. Вот чем-то мы с ней схожи. Дура-мать в том плане, что крясемся за своими детьми. Девочки, 46 лет, она молодая, интересная женщина. Естественно, значит, у нее... С Америки хотят ее выпереть, и был суд. Назначили суд аж на 26-й год. В общем, до 26-го года она получила, имеет право быть в Америке. Долгий путь прошла. Работает она, девочки, ну, что-то у нас не схожее. Америки, не зная, машину еле-еле, по Москве я не могла гать машину водить. Это было... В Челябинске водила машину. А по Москве я не могла. В общем, села, короче, она в Америке за руль. И таксует, зарабатывает, да. И там еще такая история, но не буду рассказывать. Она и таксует, и разводит еду. В общем, девка молодец, двое детей. Уже мальчика устроила в ресторан. Мальчику как раз уже в Америке исполнилось 19 лет. В общем, она боялась, что его не забрали никуда. Вот. Очень тяжело. Тяжело так, она говорит, выживаем. Просто выживаем. В каком плане? Жизнь дорогая. Деньги зарабатывать там 2000-3000 долларов она в месяц, да. У нее никакого же ни пособия, ничего. Вы же понимаете, какое. Она же не беженец, не... Сама просто вот удрала туда. Подробности я не буду вникать. Просто вкратце. Еще раз хочу сказать. Ей вот, да, вот будет скоро 47 лет, девочки. И все мы хотим человеческого тепла. То, что там она преругалась со всеми своими... Ну, не со всеми, в основной масса. Она рассказывает, и ей бьешь русские там приятели. Все, мол, чемодан, вокзал, мол, в Алис Америки. Раз, не нравится. Она говорит, я не говорю, что не нравится. Она просто рассказывает, с какими она трудностями сталкивается. Не общение, пластмассовые улыбки, людей нет. Некому пожаловаться, никому пойти. Некому даже... Просто пойти к какой-то подруге, к какой-то приятельнице напиться. Вот банально. Душу взять. Ну, некому. День рождения пошла, ее пригласила. Пригласила американка там с работы. За себя принесла подарок обязательно. За себя надо платить. Сама в ресторане заказывать еду. Короче, ей для нее это очень много-много. Ну, как мы живем, да? Мы должны подарить и сожрать. Подарить и поесть хорошо. Выпить и со всеми вот этими приключениями. Так, вот, я быстренько хочу сказать. Еще раз. Вот она молодая женщина, интересная женщина. Выглядит она не на свои годы, моложе. Потому что постоянно в драйве. Познакомилась с американцем. Красивый. Немного ее моложе. Такой классный. Так было все хорошо. Просто изумительно. Никаких она планов не строила бы жить тебе с бать. Просто вот такой вот партнер. Да, девочки? И вот меня иногда осуждают. Кому ты нужна? Ты уже старая. Там, зачем ты об этом думаешь? Или еще что-то. Вот наглядный пример, да? Ну, вот, 46 лет. Девочки, живым живое. Так вот. В разводе он. У них ребенок. Опека над ребенком у них там в Америке так. Мужчины борются за свои права. И вот опека, короче, 4 дня у папы, 3 дня у мамы. Так постановила. И для них это очень важно. И как она рассказывает, вот, если тут, допустим, развелись и все, и до свидания, папа. Там элементы дают, и больше масса людей, да, не интересуются детьми. А там интересуются. И прямо жена имеет право, даже если она в разводе, она участвует в жизни своего супруга. Может даже вмешиваться. То, что там у них печать стоит, это нет. Нет, это вообще ничего не значит. Только когда уже ты официально второй раз женишься, тогда эта жена или муж отходит в сторону. В общем, это по желанию. Ну, короче, они могут полностью вмешиваться в жизни друг к другу. Так вот. Эта ж мадам американская узнала. И начала ей писать. Начала, короче, угрозы. Она ж к этому... Девочки, не знаю, на кого зовут. Знаю, но я... Николас Шмиколас, там, какое-то имя. Там же ж нет коренных американцев. Там все приезжие, понимаете. Вот. Ну, он родился в Америке. Ну, корни у него совсем другие. Там мексиканские, шмиканские какие-то. Так вот. Она же говорит, так и так. Говорит, вот мне женщина пишет, называется... Называет. Она по-английски так не очень хорошо понимает. Ну, уже учится. Учится, молодец. Он говорит, да, это моя жена бывшая. Так и так, у нас ничего нет. Вот. Ты не обращай внимания. Ну, не обращай, не обращай внимания. Дошло до того, что та ее нашла, девочки. И они подрались. И та ей сказала, ты никто и зовут тебя никак. Ты русская, тебя даже искать не будут. Вот. Вот вам, пожалуйста, к чему приводят преследования. Я здесь ютубе не буду говорить. В общем, закончилось все очень и очень плохо. Забрали в полицию ее, забрали в полицию жену. И что вы думаете? Полиция, не разбивайте семью. Приехал же этот Шмиколас Миколас. Говорит, так мы же в разводе. Ну, как это так? И знаете, за кого заступаться нашел? За свою жену бывшую. Не за эту девочку. Просто в такую передрягу попало. Вот что значит преследование. Это девочки все. Очень и очень серьезно. Даже могла ей плеснуть кое-какую жидкость лицу. Она ей это прямым текстом сказала. А полиция пальчиком. Живете, живете тихонечко здесь. Никаких мультипосвязей. Неженатыми, неженатыми. Демократия. Понимаете? Вот так вот. Ты никто и зовут тебя никак. Все. Вот так вот. Ну, она молодец. Она сказала, я не отчаиваюсь. Я здесь еще буду жить до 2026 года. А там что еще решит суд? А там, говорит, я кейс соберу. Ну, а там то, а сё. Она очень хочет в Россию к себе вернуться домой. Очень. Америка не ее страна. Не по менталитету, не по погоде, не по людям. Но вынуждена девочка там жить с двумя детками. Да, девочка у нее младшая в школу пошла. Мальчик работает в ресторане. Но я только вернусь тогда, когда все закончится. Когда моя страна прекратит вот эту вот всю херню творить. В общем, ну такая женщина, понимаете? Ну такая, столько, как она работает, рассказывает. Боже мой, она работает как лошадь, девочки. И там, говорит, все так работают. Все. Просыпается в 4 утра, делает майкап. Она красотка. В 6 часов она уже на точке. В 7 часов у нее первый клиент. В 10 утра она с ресторана еду разгосит. И до 8 вечера вот так, вот так. Потом еще бежит в ресторан пешком, чтобы не тратить бензин. Встречает сына с работы. Ну машину, сыну уже машину выделили на работе. Так что он теперь на машине. В общем, ведет самостоятельную жизнь, работает. Ну какая-то ей помощь. В общем, все, что она не зарабатывает, все уходит на жилье. И она машину купила. И говорит, не дай бог, там на тело поломается машина. Колесо. В общем, минимум любая поломка 500 долларов. Так, девочки. Так. И каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Никому ты не нужен. Девочки, по большому счету, мы так же сам оживем. Просто у нас есть кому головку на плечо положить. Мама рядом, дочка рядом. Кого-то пожаловаться. Кого-то встретить, поговорить. Я могу с вами, да. Я вообще в своей стране, в своих стенах. Представляете, как человеку тяжело. И я ее не осуждаю. Молодая женщина. Рядом нужен человек. А где взять чужая страна? Можно себя взять в кулак? Можно. И на пять, и на десять лет. Не спорю. Можно. Но жизнь-то уходит. Кому нужны эти жертвы? Кому? Всем мира, всем добра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok